Документы об усталевании Сябровских в связи с китайскими городами Сючжо и Ильянью Нган подписали кероники Мазырского и Жлобинского райвы Канкамов. Нагадаем визит делегации Гомельской области в Китайскую Народную Республику протягнется до конца этого дня. С метой по ширине регионального сопротивления Гомельской области и провинции Зянцу в городе Лянью Нган подписаны два погоднения об намерах. Первое, продуглеживое усталевание Сябровских в связи по межнародным урадам Лянью Нган и Жлобинским райвы Канкамам. Это открые новые перспективы в таких сферах, как вытворчивость об усталевании хорошевой продукции, металлургия, лесоперопроцовка, сельская господарка, международный гандаль и туризм. Другое погоднение по межоткрытым акционерным товариствам Белнафтохим Шанхай Трейдинг и компании из города Лянью Нган дозволить поставлять на китайский рынок продукцию предприемства Светлогорским волокно. Ждет, что первая парта в углеводородных ниток будет накирована до конца будущего года. Кроме того, благодаря подписанию договора с Дзянсунским педагогичным университетом и Сюзджоовским технологичным институтом, поширилось международное супрацовництво Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны с ведущими ВНУ Китая. Это позволит значительно развить науковые пошуки, а также повеличить экспорт эдукационных послуг. Тым часом програничные регионы Гомельской и Бранской областей зараз проводят суместные урочистости на годы дня «Яднание народа Беларуси и России», что год означается другого красавика. Гомельское областное отделение Беларуского фонда мира напередо дни ладзило святошное мероприемство у поселку Червоная гора Бранской в области. А кроме миротворца, в составе делегации из Гомельщины были ветераны, простонники органа УЛАДы и творшие коллективы Чаширского района. Наш корреспондент Вероника Ворошилина так само приняла удел в урочистостях. Поселок городского типа Червоная гора Бранской в области размещены всего в 90 километрах от Гомеля. С уместной урочистости тут начинаются задания Данины Павахи, загинавшим на фронтах Великой Айчинной войны. В Червоногорском районе из Яене вернулись около 8 тысяч человек. Их имена надзовседы застанутся в истории. Наши прудки смагались и за огульную родимую, и огульную перемогу, плячо-плячо. Беларусы и россияне доброведуют цену миру. Менавида тому, так активно имкнуться его заховывать сёння. Бывший Советский Союз – это люди, которые и беларусы, и россияне, и украинцы, и все национальности были едины. Поэтому они в 45-м году победили. И сегодня это единение, это дружба необходима. Необходима нам, необходимо нашим детям. Потому что мы хотим жить в мире благополучии, и чтобы в наших детей было будущее. Протягнулось и мероприемство у Червоногорской середней огульно-эдукационной школы номер один. Ветераны Гомельшины поделились с российскими школьниками своими фронтовыми успоминами. Миротворцы провели здесь мигуторку про важные захования миру, про сподтремание дружелюбных соведей со своими беларускими одногодками. Новошенцы установы свою чергу ознайомили делегацию нашего региона с историей своей школы и Червоногорского района. Так само, они продемонстровали беларуским гостям деятельность Центра творчести, який размещается на базе установы адукации. Провели экскурсию по крае знавшим музеям. Далее, что он при школе працует полстагодия. Музей наличит веализированную колькость уникальных экспонатов часов Великой Айчинной войны. Амуниция, сброя, исторические документы у знагороды. И все то, что свечит про героичные подвиги доблестных земляков. Это не просто музей, а это классы обучения нашего подрастающего поколения. Когда они здесь побудут, все это видят своими глазами, конечно, они будут следовать то, что им здесь показали, то, что им рассказали. Этот музей возьмем себе на сотрудничество с нашей 27-й школой. И пусть наши дети Гомельские, Красногорские дружат. Дети – это лучшие послы мира. Если они сегодня поймут, что надо быть вместе, жить вместе, конечно, мир будет развиваться в другом направлении. Бодай, самой яскравой часткой суместного мероприемства стал урожистый концерт. Свою творчость запрошенным червоногорцам дарили белорусские артисты, чаширские коллективы Мастацкой самодейности. На сцене ладились вокальные, инструментальные и хорографические номеры. На щирые аплодисменты россияне не скупилися. А в якости подарунка со своего боку рушили делегации из Гомельщины рукотворное древо жаданию с головным посылом «Миру и добрыни». Вероника Ворошилина, Яугин Макинка, телерадио-компания «Гомель», поселок Червоная гора, Бранская область, Российская Федерация. Заслуженный коллектив Республики Беларусь, ансамбль народной музыки «Беседа» пошел гастрольный тур по Гомельской области. Першими артистов Виталий Жихарый-Хонник. Сегодня коллектив будут сустракать у Светлогорску. За выступлениями надзираются наши корреспонденты. 60 километров до Музыра, 100 до Гомеля и 330 до Минска. Полеской глубинкой Хонники назвать Нельга, а до буйных городов Яшинь обходно доехать. Правда, что тысячи выступлений у ведомых белорусских выканавцев, то в гетерой центре они приезжают. И довольно часто. Тем больше, что глядачи тут удержаны. Организаторы Яшиньи поспели расклеить афиши об гастролях ансамбля «Беседа», а у кассах уже не засталося ни одного билета. Галина Гуща на концерт приехала звездки Борисовшина. Кажа, вельми уже хотелось послухать любимых артыстов. Ну, решили пойти на концерт, потому что это наш любимый ансамбль белорусский. И решили поглядеть. Кожное выступление «Беседы» ведомище яркое и неполторное. Высокий выканавший узровень и индивидуальность кожного артыста никого не покидают обуяковым. «Беседа» – удельник международных фестивалей у Швеции, Португалии, Кореи, Австрии, Румынии. Але и от выступлений у невеликих белорусских залах коллектив николи не отмавляется. Ансамбль «Беседы» выступает всегда одинаково. Будь это 2050, 500, 300, я не знаю, человек. И самое главное, что мы очень счастливы приезжать в города, в маленькие города, в глубинки, в деревни, где, может быть, даже еще и не было концертов никаких, потому что мы работаем с полной отдачей, с полными эмоциями. У составе заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля народной музыки «Беседа» два простыльники Гомельской в области – солисты Святлана Сусевшик и Валентин Кириленко. А позже, например, народился у вёсцы Гаули Будокошелёвского района. Кажет, что на выступлениях часто сустракает земля, ко успевать перед якими. Додатковая отказность. Отказность великая перед своими земляками, чего ты досягнул на неком этапе своей творческой деятельности. И показываешь себе, на что ты сдольный. Дарыча на концерт у Хойники Валентин Кириленко приехал с сыном Романом. На сцену с коллективом хлопчик по коль выходить не может, а ле вельми до этого рыхтуется. Люблю я спевать, играть на цимбалах, люблю я еще танчать вельми удала. Про нашу родиму зеленый наш гай, с батьками своими славляем наш край. Олег Сюнцеров, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» Схойник. Я в спорте. У четвертый раз в «Гомеле» собрались аматоры «Алтимат Фрэйзби». Это команда «Гульня» с летающим диском. В Палаце гульнявых видов спорта отбылся турнир «Копялюш-2016». В делу им приняли больше 70 человек из Беларуси, России и Украины. Задача в «Алтимате» простая. Треба при допомозе пасов доставить диск в зону соперника, за что команда отримывает один балл. Это бесконтактный и демократичный вид спорта. Им нема судов. Гульцы сами вызначают и з'является тот и іншее деяние порушением. Головное – повага до соперника. Тут керует дух вульни. А тому на умысленные фалы – великая редкость. Гэтым «Алтимат» и притягивает. Помимо того, что ты стараешься спортом заниматься, ты еще учитываешь какие-то вещи, как уважение, знание использования правил, позитивное отношение, самоконтроль. И можно посмотреть, что люди приходят сюда, и вот эти ценности у них присутствуют. То есть из-за людей, которых соединяет этот дух игры. Гомельский «Копялюш» проводится в микс-формате «Хэт». Угульцы заявляются индивидуально. Составы команд формуются по выниках жаробьевки. Тому николи не ведаешь, с кем придется играть рука об руку. И в этом так само притягальная особливость «Альтимата». В зависимости от сил игроков формируем примерно равные по силе команды. И они приезжают, знакомятся тут в процессе игры, находят какие-то общие тактики, находятся там сильные, слабые стороны друг у друга и используют их. Четвертый «Копялюш» отбылся. Пераможцы вызначены. У теперешним турниры у дельников набралось на 10 команд. В минулом году их было всего 8. С года в год поширается география, растет колькость у дельников. Некоторые, приехавшие на «Копялюш» одной, больше мкнутся турнир не пропускать. Очень непривычно, опять-таки, играть с новыми людьми. Но в то же время это безумно интересно, потому что крайне неожиданно, что они могут преподнести. И очень позитивно, очень классно знакомиться с ними, узнавать какие-то их сильные стороны и вообще знакомиться с людьми из других городов. Максим Савин, Катерина Сапельникова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шабукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин